МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Индекс программа ПОСФАКТУМ. Мы расскажем о том, что произошло в нашем регионе за последнее время. Утром 5 декабря на улице Войкова автомобиль сбил пенсионерку. Легковой автомобиль марки БМВ, которым управлял 28-летний житель Барановичей, двигался в военном городке со стороны улицы Чурилина в направлении улицы Баранова. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу переходила женщина, которую водитель сбил. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали. Врачи диагностировали у женщины перелом правой плечевой кости, а также перелом голени правой ноги. Согласно проведенной экспертизе, водитель автомобиля в момент ДТП был трезв. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вечером 9 декабря. На этот раз пешехода сбил автомобиль милиции. ДТП произошло в микрорайоне Северный, недалеко от Ледового дворца. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. В это время мимо проезжал спецавтомобиль милиции, который его сбил. По словам свидетелей, во время ДТП пешеход получил травмы, с которыми его доставили в больницу. В Барановичском районе на дорогу перед легковым автомобилем выбежала косуля. Избежать столкновения не удалось. ДТП произошло 5 декабря, недалеко от деревни Ежоны. Сообщение об аварии в дежурную часть Барановичского РОВД поступило от водителя автомобиля. Мужчина рассказал, что на дорогу внезапно выбежала косуля. Вовремя отреагировать на ситуацию он не успел и сбил животное, которое погибло на месте происшествия. 8 декабря на автодороге Баранович и Ляховича, недалеко от поворота на деревню Мыслобош, автомобиль под управлением жителя Барановича съехал в Кювет. Водитель автомобиля Ford Focus не учел погодные условия и неправильно выбрал безопасную скорость движения. В итоге не справился с управлением. За рулем автомобиля находился 41-летний житель города Барановичи. В ДТП никто не пострадал. Машина получила механические повреждения. 10 декабря в центре города столкнулись два автомобиля. Внедорожник Range Rover двигался прямо по улице Комсомольской со стороны Молодого парка. В это время автомобиль Fiat на перекрестке поворачивал с площади Ленина на улицу Советскую. При этом не пропустил автомобиль внедорожник. В результате чего они столкнулись. В аварии никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения. В последнее время Госавтоинспекция города Барановича все больше и больше внимания уделяет нерадивым водителям, пренебрегающим правилами парковки. А именно тем, кто паркует свои транспортные средства на зеленой зоне. Такие водители не только нарушают правила дорожного движения, но и превращают красивый зеленый газон в коричневые пятна грязи. Кармана Атакая. Оставил автомобиль на зеленой зоне – получи наказание. Известный факт – парковаться на зеленке запрещено правилами дорожного движения. Правда, не все водители их соблюдают, даже понимая, что ГАИ имеют полное право привлечь их за это к административной ответственности. Многие оправдывают свои действия нехваткой мест во дворах, но ведь при желании место можно найти всегда. И пусть чуть подальше от дома, зато не во вред природе и людям. Так или иначе, за халатность придется ответить. Закон для всех един. К слову, ежегодно с наступлением зимы и появлением снега у автовладельцев появляется классическая отмазка. Газона не видно, все засыпано снегом. И продолжают нагло прокладывать дороги там, где их никогда не было. Напомним, зеленая зона начинается там, где заканчивается асфальт и другого вида дорожное покрытие. Стоять на ней нельзя даже одним колесом. За нарушения, среди которых числится езда по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам или другим местам, не предусмотренным для движения транспортных средств, водителя могут оштрафовать. Кстати, в осенне-зимний период парковка на зеленой зоне чревата серьезными последствиями. Пройдут дожди или землю засыплет снегом, почва размокнет и станет уязвима под колесами авто. А на местах, где регулярно паркуются машины, образуются утрамбованные проплешины. С такими темпами отделенки скоро ничего не останется. Напомним, за остановку или стоянку с нарушением ПДД водителю придется заплатить одну базовую. В лучшем случае виновника делается предупреждением. А вот за незаконную стоянку в месте, отведенном для инвалидов, предусмотрен штраф. Его размер фиксированный – две базовые величины. В Барановском районе перевернулся вагон товарного поезда. Инцидент произошел 6 декабря на подъездных путях ДСУ-22 вблизи железнодорожной станции Грицевец. Рабочие проводили разгрузку товарного поезда, груженого от севом щебня. Во время работ один из вагонов внезапно опрокинулся и перевернулся. К счастью, во время происшествия никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины инцидента. У жителя Барановического района учащийся в профтехлицее угнал мотоцикл. С заявлением в угоне транспортного средства в Барановский РОВД обратился 58-летний житель деревни Белолесье, который рассказал, что кто-то отжал навесной замок в его гараже и проник внутрь. Из гаража, по словам сельчанина, пропал его мотоцикл марки ИШ «Планета-3». Оперативно удалось установить, что кражу совершил 16-летний житель деревни Заболоте, учащийся одного из профессионального технического лицея Барановического района. Похищенный мотоцикл у мандового человека изъяли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 11 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает свидетелей и очевидцев аварии, произошедшей поздно вечером 30 ноября на пересечении улиц Советской и Бараново. Там столкнулись два автомобиля – Volkswagen Passat и Opel Vectra. Всех, кто обладает какой-либо значимой информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, просят сообщить об этом по телефону 48 96 19, либо лично обратиться в кабинет номер 314 Барановичского межрайонного отдела Следственного комитета по адресу улица Советская, 77 2. В Барановичском районе обнаружена граната времен Первой мировой войны. 11 декабря в дежурную часть Барановичского РОВД поступило сообщение от жителя деревни Скробова о том, что им найден предмет, похожий на снаряд времен войны. На место обнаружения незамедлительно прибыли сотрудники милиции. Мужчина рассказал правоохранителям, что он копал траншею на придомовой территории для дальнейшей заливки опалубки и наткнулся на предмет шарообразной формы, напоминающей боеприпас. После чего сразу обратился в милицию. Саперно-пиротехнической группой войсковой части 7404 установлено, что найденным боеприпасом является граната времен Первой мировой войны. В настоящее время находка изъята и уничтожена на специальном полигоне. 10 декабря произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Промышленной. Из квартиры на втором этаже шел дым. Звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате квартиры в бессознательном состоянии обнаружен и спасен хозяин, пенсионер 1952 года рождения. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения, алкогольная интоксикация, спасенный госпитализирован. Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждены постельные принадлежности, внутренняя отделка жилой комнаты, закопчены стены и потолок в квартире. Причина пожара устанавливается. Ну а следующий инцидент, к сожалению, без жертв не обошелся. Молодой мужчина погиб на пожаре в Ляховичском районе. 8 декабря произошел пожар в квартире на втором этаже восьмиквартирного жилого дома в агрогородке «Малое городище». К моменту прибытия подразделения МЧС к месту пожара в подъезде дома было плотное задымление. В кухне квартиры, в которой произошел пожар, звеном газонодымозащитной службы был обнаружен погибший хозяин 1973 года рождения. Работниками МЧС первого и второго этажей эвакуировано 4 человека, в том числе двое детей. В нем уничтожены кровать, матрас, постельные принадлежности, повреждены внутренняя отделка, имущество в кухне и коридоре горевшей квартиры. Причина пожара устанавливается. Это все, что мы хотели рассказать. Оставайтесь с нами и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова